Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня стали известны результаты заседания атлетической комиссии, а также другие новости спортивной индустрии. Я вам коротко расскажу о событиях. Тайрон Вудли и Колби Ковингтон могут встретиться на UFC 233 в Анахайме. Объединительный поединок между действующим чемпионом Тайроном Вудли и временным обладателем Колби Ковингтоном может состояться 26 января. Об этом в интервью каналу Fighting MMA сообщил менеджер Ковингтона Дэн Ламбард. Также отмечу, что на этом турнире в главном событии встретятся Генри Сихуда и Ти Джей Дилошоу. Прошло заседание атлетической комиссии, где стала известна дальнейшая судьба Хабиба Нурмагомедова в UFC. В среду состоялось заседание спортивной комиссии Невада, на которой рассматривались дела участников драки после UFC 229. На этом заседании было принято решение продлить дисквалификацию Хабибу Нурмагомедову до декабря, а также Конору Макгрегору. Также комиссия продлила отстранение секундантов Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, Дилану Деннису, Зубайре Тухугову и Абубакару Нурмагомедову до декабря, но отметила, что рассмотрение их дел может быть перенесено на январь. Что касательно дел спарринг-партнера Хабиба Эседулы и Мигараева, который ударил Конора в клетки, и менеджера Резвана Магомедова, на данном заседании не рассматривались. Представитель атлетической комиссии Энтони Марнелл заявил, что для рассмотрения их дел комиссии нужно время. Следующее заседание атлетической комиссии по делу Конора и Хабиба состоится 10 декабря. Изначально заявлялось, что оба бойца обязаны присутствовать на этом слушании, но в среду Марнелл заявил, что Макгрегор и Нурмагомедов могут не являться на заседании в Лас-Вегасе, если получат разрешение от генерального прокурора Невады. Об этом сообщает информационный источник ММА Файтинг. Отметим, пока атлетическая комиссия проводит заседание по делу, связанное с турниром UFC 229, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов с благотворительной акцией находится в Африке, где прокомментировал свой приезд, написав у себя в инстаграме. «Я с детства мечтал и просил Всевышнего, чтобы он мне дал возможность помочь нуждающимся в Африке». Алхандулля. Аллах ответил на мой дауд. «Иншаллах. Я вернусь сюда примерно через 4 месяца для открытия проекта, который мы тут уже подметили. Пусть Всевышний сделает наши намерения искренними и по милости своей ведет нас всех в рай», написал Хабиб в инстаграме. Ну а мы двигаемся дальше. Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уитакер в Австралии получил награду из рук президента UFC Даны Уайта. Лауреатом стал один из лучших бойцов Pound for Pound, человек, который олицетворяет понятие джентльмина. В наше время принято заниматься трэш-током и устраивать скандалы, но он ведет себя диаметрически противоположенно. Он является примерным семьянином, с уважением относится ко всем своим оппонентам, помогает детям неблагополучных семей. И этот список может долго продолжаться. Спортсменом года по версии Джентльменс Куцели становится чемпион UFC в среднем весе Роберт Уитакер. Ну и в завершение выпуска такая новость. Известный российский боксер родом из Северной Осетии Мурат Гассиев рассказал об общении с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Мурат заявил, что знаком с Хабибом лично и считает его приятным и положительным парнем. В смешанных единоборствах я слежу за Хабибом Нурмагомедовым. Мы с ним познакомились в Екатеринбурге и пообщались. Он мне показался приятным и положительным парнем, рассказал Мурат в одном из своих интервью. Ну а на этом выпуск подошел к концу. Подписываемся на канал, не забываем про лайки, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До встречи в следующем выпуске. Всем пока!